Декрет президента номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. Сегодня в студии программы «Диалог» в прямом эфире в компании «Компетентного эксперта» обсудим этот правовой акт и поговорим о налоговой грамоте. Декрет президента номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. Награждена почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь, местных органов власти и Министерства по налогам и сборам. Нагрудным знаком – выдатник податковой службы. На вопросы, которые касаются деятельности налоговых инспекций, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Галина Михайловна, рад видеть вас в студии программы «Диалог». Добрый день. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, декрет президента номер 3. Вы согласны со мной, что это, пожалуй, один из самых обсуждаемых правовых актов на протяжении, как минимум, последнего года? Откуда такой неподдельный интерес? Вы знаете, на сегодняшний день, да, действительно подтверждаю ваши слова. Это свидетельствует прежде всего о тех телефонных звонках, которые раздаются в наших инспекциях области, люди задают вопросы самые различные. Действительно, это очень актуально. Но сказать, чтобы он был каким-то неожиданным, наверное, не приходится. Мы вместе с вами тоже многое сделали для того, чтобы такой нормативный документ был принят. Потому что проблематика и тема неработающих граждан, которые не участвуют в финансировании государственных программ, она есть. Это, скажем так, не что-то такое вот с неба упало. Ну, кстати, полностью с вами соглашусь, в программах областного телевидения, в том числе и с вашим участием, мы неоднократно говорили и о социальном иждивенчестве, и о введении так называемого налога о тунеядстве. Как за последний год поменялось настроение граждан? Наверняка отслеживаете эту ситуацию. Ну, вы знаете, сам термин тунеядства, я не люблю его употреблять, это как-то вот попахивает стариной какой-то с советских времен. То есть, наверное, будем говорить о той категории, которая не участвует в финансировании государственных программ. Безусловно, вот эти два-три года активно в средствах массовой информации это все обсуждалось там. Что-то подвергалось критикой, были возгласы и в поддержку этого нормативного документа. И я думаю, что мы с вами тоже внесли в такую пассивную вкладку для того, чтобы как-то общество подготовить к этому и вообще разъяснить, что это и для чего это. Галина Михайловна, кстати, а как гомельчане относятся к действиям государства, направленным на борьбу с тунеядством, об этом в нашей традиционной рубрике «Есть мнение». Декрет этот, конечно, очень вовремя, потому что очень много бездельников у нас, люди работают на них, а они пользуются этими услугами. Так что, вы знаете, это вовремя и даже можно было раньше. В наше время очень тяжело их, конечно, приструнить, потому что они не хотели работать и будет очень трудно их привести к этому закону. Но, наверное, государство будет стараться, чтобы что-то придумать, чтобы они начали работать. Потому что они пользуются услугами и медицины, и даже этими дорогами, а это налоги наших рабочих, которые мы платим налоги. Нужно с разных сторон подходить, потому что действительно различные причины есть, почему человек не работает. Ну, конечно, я понимаю, есть обстоятельства, например, мамы с детьми сидят, с инвалидами, только они, конечно, освобождаются, так понимаю, от этого. Ну, а если человек здоровый, в цветущем возрасте и не работает, то, конечно, должен как-то компенсировать вот эту заботу государства. Он не может, этот человек, заплатить штраф, заплатить налоги, если у него нет работы. Сначала людей нужно устроить на работу, чтобы они могли что-то платить, какие-то налоги. Есть еще случаи, когда, быть может, муж обеспечивает семью полностью, и поэтому жена не работает. Ну, и как в этом случае тяжело сказать, нужно ли платить там деньги за это. Если человек не хочет работать и есть на что жить, я думаю, что навряд ли его какой-то декрет заставить работать. Но если бы у человека не было за что жить, я думаю, чтобы люди работали. Ну, как можно заставить алкоголиков, бомжей? Они же тоже члены нашего государства, граждане нашей страны, правильно? Как мы их заставим работать? В таком случае, я считаю, было бы правильным, чтобы неработающие не обслуживались в наших поликлиниках, больницах, не пользовались теми социальными благами, которыми пользуются те, кто работает. Насчет штрафов я не уверена, что это именно правильно. Я всю жизнь работал, у меня уже 40 лет стажа трудового. Скоро на пенсию, я свой стаж вырабатываю. Я положительно к этому отношусь. Потому что получается, что они не работают, а получают такую же пенсию, как и я получит он по возрасту. Так что я к этому отношусь положительно. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области, Галина Пашет. Галина Михайловна, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Вы знаете, наверное, первый и последний комментарий, наиболее яркий. Такое впечатление, что первый комментарий вообще делал, скажем так, налоговый инспектор. Потому что действительно, население, то есть тема животрепещущая, население это волнует. И, конечно, вполне справедливое замечание последнего гражданина, который говорит, действительно, если у него 40 лет стажа, то почему он должен его, так сказать, пойти на пенсию, получать ее в какой-то сумме. И тот, который проработал или вообще не работал ни одного дня официально. То есть простые белорусы, простые трудяги больше не намерены платить за тех, кто получает достаточно неплохо, но ни рубля не вкладывает в налогообложение. Получается, что те граждане, которые официально работают, они датируют тех, кто не работает официально. Понимаете, где же справедливость? Кстати, вот готовился к передаче, наткнулся на достаточно интересную и показательную статистику. Около 500 тысяч граждан трудоспособного возраста, трудоспособных граждан, нигде не работают, не платят налоги. И при этом пользуются всеми социальными благами, за которые платим мы с вами. Говорю сейчас о бесплатной медицине, образовании, субсидиях в сфере ЖКХ и транспорте. И это ведь тоже повод к размышлению. Действительно, но эту цифру вы перевели по Республике Беларусь, и я приведу цифру по нашей области. Это около 90 тысяч населения трудоспособного возраста, когда определяется общее количество, там работающие, неработающие, студенты. Это же много для небольшого региона, для небольшой Беларуси? Это примерно 10% населения трудоспособного возраста, который никоим образом не участвует в финансировании государственных программ. Опять-таки, возвращаясь к принципу справедливости, скажем, почему так? Почему одни участвуют, а другие нет? Ну, кстати, вот говоря о нашем регионе, а много ли здесь ярких и показательных примеров назовут так вот категорию граждан «бедные, богатые гомельчане»? Ну да, тут трудно сказать, они бедные или небогатые. С точки зрения официальной статистики, они бедные, потому что официально у них нет никакого дохода. Либо минимальных. А с точки зрения, так сказать, фактической, они совершают дорогостоящие покупки. В общем-то, знаете, это та категория, с которой налоговая инспекция работает очень давно. И, судя по нашим показателям, достаточно успешно. И примеров здесь, ну, знаете, мы все освещаем в прессе, примеров здесь предостаточно. Ну, чтобы было вот людям понятно, о ком мы говорим. Понимаете, вот гражданин, значит, пройдя лечение в одной из больниц Гомеля, а мы отслеживаем даже это, то есть мы отслеживаем лечится, не лечится и сколько платит там. Ну, что получается, что он никогда ни одного дня не работал, но при этом у него было очень дорогостоящее приобретение автомобиля. Мы его пригласили на декларирование, и, соответственно, он с разницей доходов с расходов уплатил сумму, причитающую дальше. Ну, какой можно пример привести? Ну, вот пенсионерка уже так лет под 70 приобрела Лексус, не имея при этом водительской удовольствии. Потому что она копила очень долго. Может, она и копила, но она как-то, у нее зарплата была в прежнем, которая не позволяла ей, так сказать, найти такие доходы. Ну, что предъявили налог, сразу уплатили. Ну, тут здесь, понимаете, есть страшные ситуации. Отдельные граждане для того, чтобы скрыть информацию о дорогостоящих покупках, они оформляют на близких родственников. Или еще одна тоже пенсионерка, значит, приобрела за 9 лет 6 квартир. Вот, тоже аналогично мы ей, значит, доносчитали налоги, соответственно, когда она не могла показать свои. То есть расходы она не могла подтвердить. Вернее, расходы у нее были, но доходы она показать не смогла свои. Все эти истории вы отслеживаете, держите на контроле? Мы отслеживаем. Историй таких, знаете, что историй таких масса. Можно рассказывать и рассказывать разные ситуации. Посвятить еще отдельную передачу. Да, и знаете, вот, если раньше была возможность, вот, как бы, когда мы вызывали граждан декларирование, прикрыться, другого слова, не здесь не подбираю, там, различными займами, то уже с этого года, значит, займы у нас облагаются налогами. То есть мы даже возвращаемся к тем гражданам, которые когда-то ушли от налогообложения. Мы сейчас к ним возвращаемся и предъявляем к им куплате налоги. Ситуации разные, самые интересные. Вот, и мы... То есть это наша любимая, скажем так, категория. Галина Михайловна, вот с другой стороны, можно ли однозначно утверждать, что официально неработающие граждане не принимают участие в формировании доходной части бюджета? К примеру, пусть и зарабатывают многие из этих людей за границей, в той же России, таких историй масса, но деньги тратят они здесь, в Беларуси, и валюту везут сюда? То есть вы имеете в виду уплату подоходного налога при покупке товара в магазинах, услугах и так далее? Косвенные налоги, да. Ну, безусловно, да. То есть, идя в магазин, мы покупаем и участвуем таким образом. Хлеб, молоко, значит, тоже вкладываем в развитие тех самых предприятий. Давайте так. Значит, вообще, принципы налогообложения сформированы были уже давно, еще 300 лет назад, да, и не нами, а Адамом Смитом, а Классиков никто не отменял. Один из принципов – это принцип справедливости. Какая же это справедливость тогда, когда один участвует во всем и наравне с этим, так сказать, получает, и другой не участвует и получает то же самое. Вот я привела пример. Очень много, значит, граждан Гомеля, которые работают за пределами нашей области, но приезжают обязательно полечиться в наших учреждениях. Ну, конечно, медицина в Беларуси славится, и уровень. Понимаете, это бесплатно. И еще, какие еще права начинают свои качать, грубо говоря. Понимаете, да как же это так? Так надо же что-то и делать для Родины, если мы граждане этой страны. Галина Михайловна, что говорит международный опыт в Беларуси, а в этом плане не первопроходец? Вы знаете, такие практики международные, она самая различная. Значит, может, где-то по аналогии Греция вводила такой налог. Но вообще международная практика, это я с полной ответственностью заявляю, тем, которые пытаются как-то критиковать этот нормативный документ, говорить, что он там совсем уже так тут подорвет всю экономику, ничего не даст, это не так. Международная практика, она вообще основана на всеобщем декларировании. Вообще международная практика, она основана на том, что ежегодно ты представляешь декларацию. И вообще никого в мыслях, там, жителю Германии, чтобы что-то недоплатить или что-то скрыть. Понимаете, что касается налогообложения, то тут даже звезды такой большой величины, как там, или футболисты известные, или Софи Лорен, они все, все, так сказать, какие-то терпели определенные неудобства, там, Софи Лорен не получила какую-то правительственную награду, только потому что на каком-то этапе они скрывали налоги. То есть международная практика, она очень жесткая на этот счет. Галина Михайловна, мне подсказывают, есть первый звонок от наших зрителей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ваш вопрос. Добрый день, Галина Михайловна. Здравствуйте. Вас беспокоит Комова Надежда Алексеевна центральный рынок. Я являюсь председателем предпринимательности центрального рынка. Вы знаете, мы уже неоднократно к вам обращались с помощью решения наших вопросов. Это был вопрос у нас по торговле улицы Карповича и Катунина. Спасибо вам большое, что вопрос решен на сегодняшний день. У нас уже нет торговли той, которой торговали с пола, продуктами питания и промышленной группой. Честно вели пояски. Благодаря вас. Спасибо вам за это. Но у нас еще один вопрос. Вопрос серьезный. Сегодня вы говорите о здоровье людей. Так вот, на центральном рынке, у Галкарповича и Катунина, постоянно торгуют на свае. Это действительно проблема не только наша, проблема всего города. Кто знает, какие семьи пострадали от этого, вроде бы безобидное курение. А сколько детей не идут в школу, а перед школой покупают этот на свай. Они уже, когда их начали проверять по улице Карповича, где стоят пирожки, там торгуют, то они даже на центральный рынок. Борется руководство рынка с ними. Помогите нам решить этот вопрос. Какие они, предприниматели, которые наживаются, за счет, они, не знаю, являются предпринимателями, за счет жизни и здоровья людей. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Ну, смелая женщина, что в прямом эфире такую достаточно... Смело и актуально стоит отметить. Да, такую тему действительно злободневную подняла. Но по первой части я хочу сказать, что спасибо, наверное, не только налоговой инспекции за наведение порядка вокруг центрального рынка. Это в первую очередь руководству области, губернатору, мэру, которая... Ну, у нас действительно сильная власть. Если есть какой-то, возникает какая-то проблемная ситуация, она разрешается, разрешается достаточно быстро. Что касается вопроса на свае. Вы знаете, как ни странно, даже, может быть, опять к теме неработающих. Мы всех этих граждан отслеживаем. Ну, конечно... Эти люди точно официально нигде не работают. Действительно, они нигде не работают. Но понятно, что здесь не только наша работа. Понимаете, получается так, что в нашей республике это, ну, нет такого, допустим, запрета, или, как, допустим, в Казахстане этот на свае отнесен к наркотикам. Понимаете, там другая степень ответственности. Здесь что получается? Мы вместе с органом внутренних дел, конечно, мы сами это не в состоянии сделать. И категория достаточно проблемная, агрессивная, наглая тех, кто занимается распространением. Так вот, они все неработающие. Понимаете, это тоже наша категория. И мы, опять-таки, когда их задерживают, там, описывают это, на своем месте уничтожается, мы составляем протоколы. То есть единственное, что мы можем, вот, их привлечь к административной ответственности. С вашей стороны, это категория под контролем? Хотя бы более-менее. Ну, вы знаете, что именно с нашей стороны, то есть мы знаем их всех на перечет. Мы там их тоже на декларирование вызываем, штрафуем, и как незаконная предпринимательская деятельность. И как то, что у них тоже дорогостоящее приобретение. Понимаете? Ну, наверное, силами одной логовой инспекции тоже это не повалить эту проблему. Спасибо большое за ответ. Наверное, надо будет передать это дальше. Действительно, это вот народ волнует. Спасибо за ответ. Друзья, присоединяйтесь к нашему диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Ну, а мы продолжаем. Галина Михайловна, каков же алгоритм работы декрета президента номер 3, который был подписан не так давно, 2 апреля? Ну, я опять-таки в поддержку этого декрета. Вот опять, видите, категория какая. Вот ее так можно только и выявлять, которая не работающая. Знаете, конечно, работа будет, которая возложена на налоговые органы, будет, ну, объем вообще даже трудно себе представить. В первую очередь мы должны определить эту категорию пофамильно. Кто же у нас будет это платить? То есть формируется уже сейчас база? Да, формируются базы. Все органы, которые власти в этом будут задействованы, это и исполкомы, и фонд соцзащиты, и милиция, и учебные заведения. Все будут обмениваться данными для того, чтобы в конечном итоге определить ту категорию, которая вот останется, которая вот подлежит уплате. Я думаю, что сама система, сам алгоритм будет еще шлифоваться, и все же уже установлена обязанность по уплате сбора в размере 20 базовых величин. Это в районе... Это 3 600, 3 миллиона 600, да. Да, 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 это 3 миллиона 600. И которая должна быть, эта сумма должна быть, если в добровольном порядке, то она должна быть уплачена до 1 июля следующего года. И дается такая небольшая льгота, если человек сам определил себя к этой категории, то он приходит в инспекцию, заявляет, и 10 процентов, скажем, дается льгота. А тот, кто уже сам не пришел, и мы выявили, то есть мы будем это предъявлять, искать, взыскивать, отказывать. 20 базовых величин – это много или мало? Либо это только стартовая сумма? Вы знаете, такую сумму определил законодатель, может, и что-то еще будет меняться. Но определили, как по комментариям республиканских органов власти, исходя из того, что из минимальной и из процента подоходного налога, вот так. Если говорить о схеме уплаты данного сбора, что можно уже сегодня рассказать? Ну, можно сказать, что, во-первых, в добровольном порядке можно будет это заплатить. Ну и окончательный срок – это в следующем году, 15 ноября, в принципе, наверное, по аналогии, как мы платим налог на недвижимость и на землю. Галина Михайловна, безусловно, многих интересует и следующее. Какие категории граждан декретом освобождены от уплаты так называемого налога на тунеянс? Ну, конечно, ведь действительно невозможно, вот, в категории есть люди, которые по объективным причинам вообще не могут работать. Это инвалиды, это граждане до 18 лет, это пенсионеры, которые уже, так сказать, выработали свой стаж, многодетные. То есть вот эта категория, она будет исключаться, вот, именно из плательщиков этого сбора. Уважаемые друзья, присоединяйтесь к диалогу. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в Гомеле, 77-68-45. Сразу после короткой рекламы вернемся в студию и продолжим беседу. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И далее у нас репортаж моих коллег из Реческого района. Внимание на экран. Автодорога Речица-Светлогорск, 11 часов дня. Вместе с сотрудниками ГАИ работники налоговой инспекции проводят рейд по выявлению случаев перевозки грузов без соответствующих документов. Под контролем грузовые фургоны, микроавтобусы и легковые автомобили. За первый квартал этого года таких грузов уже задержано больше, чем за весь прошлый год. Правда, нарушители свою вину сразу обычно не признают и называют, на их взгляд, железные причины отсутствия сопроводительных документов. Хотя разжалобить налоговиков все равно не получится. Такие объяснения они слышали десятки раз. Все как под копирку. Забыл на складе, забыл дома. То есть, это основная причина и основные объяснения. Но, опять же, по действующему законодательству считается, что документ сопроводителя на груз должен находиться уже в момент перевозки. То есть, фактически, уже отсутствует его на момент проверки. Это непосредственно нарушение. То есть, уже непосредственно будут применены санкции и так далее. Если в дальнейшем, конечно, какие-то документы будут предоставлены в распоряжении налогового города для обозрения, они просто будут приняты как смягчающие обстоятельства. Головные уборы и меховые изделия, нефтепродукты, сложная бытовая техника, спиртные напитки. Ассортимент задержанных товаров достаточно велик. Среди последних крупных задержаний партия российской водки. Более тысячи бутылок. В одном из регионов Российской Федерации каждая бутылка приобретается всего за один доллар. Такая щедрость соседей вполне объяснима. Весь товар поддельный. Сегодня он хранится на одном из реческих складов. Самое легкое нарушение – крепость напитка на 2,5 градуса, меньше заявленной на этикетке. Впрочем, этикетки тоже наклеены вручную. Вообще, инспекторы советуют брать бутылки в руки очень осторожно. То, что находится внутри, легко выливается даже при закрытых пробках. Где и кому собирался реализовывать эту продукцию задержанный белорус, неизвестно. Однако вскоре вся она отправится на утилизацию. 1200 бутылок российской водки, которую мозгерский гражданин перевозил на своем бусе. Само собой, что для дальнейшей реализации. Водка, она есть уже заключение. Она фальсифицированная, некачественная и подлежит утилизации на Бобруйский гидролизный завод. Между тем, работники областной налоговой инспекции уже вторую неделю продолжают мониторинг маршрутных такси. На предмет правильности уплаты налогов. Если индивидуальные предприниматели уплачивают единый налог, то налог частных предприятий зависит от прибыли. Во время отработки десяти наиболее массовых маршрутов считается реальный пассажиропоток. И это число умножается на стоимость билета. Предварительные данные свидетельствуют, многие реальную выручку скрывают. Владельцы предприятий, правда, ссылаются на нечестных водителей. Однако у налоговой инспекции встречный вопрос. Если знаете, кто ворует, почему не увольняете? Мы видим, что на маршруте номер два, для примера, реальная выручка составляет в два раза больше выручки той, которую плательщик отражает в налоговой декларации. Если путем арифметических вычислений посчитать, сколько проехало пассажиров за день, исходя из тех цифр, которые отражены в декларации, это получается где-то около 70 человек проезжают в день на маршруте номер два. По результатам мониторинга таких пассажиров оказалось больше 160. Поэтому мы видим, что, к сожалению, выручка скрывается субъектами хозяйствования. Мы по итогам мониторинга рассчитаем среднедневную выручку. Сначала субъектам хозяйствования, перевозчикам, будет предложено добровольно увеличить отражаемую выручку и доплатить сокрытые налоги в бюджет. Если плательщики не отзовутся, не услышат призыв налоговой инспекции, то дальше, к сожалению, нужно будет пользоваться уже нашими правами в сфере проведения контрольных мероприятий. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Галина Пашет. Галина Михайловна, предлагаю прокомментировать только что увиденный материал. Наши корреспонденты затронули две темы. Давайте обо всем по порядку. Ну да, давайте с первой темы начнем. Опять-таки, здесь даже не знаю, что в первую очередь обсуждать здоровье граждан или вопросы экономики. И то, и то актуально. Да, все немаловажно. Понимаете, что происходит? Действительно, когда ценовой фактор, и из России огромное количество вот этой водки идет сюда, в Республику Беларусь, во-первых, это подрывает нашу экономику. Если посмотреть за прошлый год, то ликеро-водочные предприятия нашей области дали 5,5% нашего бюджета. Безусловно, вот эта водка, скажем так, назовем ее прямо левой, она не способствует наполняемости нашего бюджета. И второе, что везут? Надо же еще посмотреть. Второе, когда мы делаем анализы из того, что везут, то, конечно, это питье вообще невозможно к употреблению. И более того, я вам скажу, у нас существует взаимодействие с нашими российскими коллегами, и нам дают информацию о том, какой производитель, возможно, он там лишен лицензии в России и так далее. И вот самая распространенная водка – это белая береза, там есть финская, то есть по названию можно посмотреть. Вообще на этикетке, такой даже предприятия такого нет, понимаете? То есть о чем это говорит? То есть такая информация, чтобы граждане были более осторожны. Да, это уже настолько, она уже не просто левая, она уже сверх левая, что даже таких заводов нет, и наименований такого в России нет, то есть производители, по сути, это делают. Супая такую водку, наверное, как валенки, мы не левые, не правые, потому что валенки. Все нарушители, которые попадаются, мягко так скажем, и опять-таки я хочу здесь выразить слова благодарности нам, нашим правоохранительным органам, потому что это, конечно, народ очень дерзкий. И понимаете, опять возвращаемся к теме третьего декрета, кто этим занимается. То есть у нас есть категория граждан, которая вообще никогда не работала ни одного дня. То есть врослых, такое вот мужское население, приграничных… Официально не работало. Да, да, приграничных территорий, которые в разные экономические периоды занимались каким-то направлением. Значит, было выгодно возить сигареты, а не возили сигареты. Металл, значит, металл. Вот сейчас, значит, водка, спирт, вот таким вот образом. Галина Михайловна, к обсуждению сюжета еще вернемся. Мне подсказывает, у нас есть еще один звонок от зрителей «Беларусь-2». Предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, вот такой вопрос. Я индивидуальный предприниматель и плачу налог на добавленную стоимость. Ну, и подаю в электронном виде. У меня ключ, я все. Но у меня сломался вот сейчас ноутбук, и заберу я его только после 25-го числа из ремонта. Как мне сейчас правильно поступить? Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Вообще, как бы я хочу еще дополнительно сказать, что в соответствии с нашим законодательством, плательщики налога на добавленную стоимость, будто ИП или юридические лица, они вообще должны подавать эти декларации в электронном виде. Поэтому вопрос абсолютно уместен. Но, к сожалению, у нас пока не полностью, вот категория, это где-то больше 90%, плательщики НДС подают декларацию в электронном виде. Но здесь следует обратиться в инспекцию. В принципе, можно по месту регистрации, можно в любую инспекцию. Там создано рабочее место и передать эту декларацию, чтобы не было дальше никаких вопросов, не было никаких претензий. И своевременно, и пеня не было, и так далее. Спасибо за ответ. И еще один звонок от зрителей «Беларусь-2». Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Можно задать вопрос налоговой инспекции? Конечно. Вот такой вопрос. Почти 10 лет тому назад моего сына вдруг попросил оформить на себя фирму. Сын к ней никакого отношения не имел. Ну а в прошлом месяце его вызвали в суд. И он узнал, что фирму проверила налоговая. И теперь она банкрот. Ну фирма, естественно. А он должен собственными деньгами платить за нее долги. Как такое возможно? Объясните мне, пожалуйста. Спасибо за звонок, Галина Шумовна. Спасибо. Но здесь мы имеем такую проблематику, как понятие субсидиарной ответственности. Ну можно предположить, что произошло. Это субсидиарная ответственность, это дополнительная ответственность. По всей видимости, когда-то молодой человек отдал свой паспорт. К сожалению, мы часто и много об этом говорим, что не отдавайте свои документы. Там для регистрации иногда так, за какое-то мизерное вознаграждение паспорт отдали. А потом выясняется, что фирма работает или со лжеструктурами. И, естественно, попадает какое-то поле зрения или правоохранительных органов, или налоговой инспекции. И получается, что насчитывают значительную сумму денег. И в соответствии с нашим законодательством есть такое понятие. И мы обращаемся в экономический суд для взыскания этой задолженности, которая образовалась в результате деятельности. То есть, что происходит? Некоторые отдельные граждане, так скажем, невосмотрительно создают фирмы. В дальнейшем их или бросают, или как-то подходят к подбору кадров невзвешенно. А учредителя мы потом находим, условно говоря, и предъявляем им к оплате эту субсидиарную ответственность. Вернее, экономический суд выносит такое решение. Вот у нас в практике, вот буквально мы на этой неделе, я рассматривала такой случай, предъявили к оплате учредителю 2 миллиарда 700. В принципе, этот человек даже очень известный в городе. Потому что не буду называть фамилию. То есть еще одна такая вырисовывается сверхактуальная тема. Это вообще проблема тоже. Но опять-таки вот к этому учредителю тоже возвращаюсь. Тоже он официально нигде последние 20 лет не работает. Понимаете? И, в общем, как тут ни поверни, все-таки декрет был необходим. Интересно, это проблема социальная. Вы понимаете, что это будет запрещен выезд за пределы республики Беларусь. То есть, а у нас отдельных граждан как принято? Одну, первую, вторую, третью, пятую насоздавали, ответственности никакой. А потом и уехали. Долговно делали. Вот. А кто будет платить? То есть, это законодательство призвано для того, чтобы положить этому конец. И надо об этом говорить. И мы очень часто про это говорим. Именно поэтому мы здесь. Особенно молодым. Понимаете? Молодым людям, чтобы не портили себе биографию в дальнейшем. Калина Михайловна, есть еще один звонок от зрителя «Беларусь-2». Но чтобы далеко мы не уходили от сюжета, просмотренного сегодня в студии программы «Диалог», предлагаю коротко прокомментировать еще о ситуации с реальной выручкой от доходов маршрутных такси. Буквально коротко. Ну, здесь, наверное, надо говорить не только о маршрутных такси, а вот привели пример маршрут номер 2. Я могу привести пример буквально 2-3 дня назад маршрут номер 3. Там выручка в три раза увеличивалась в то время, когда был постоянный ежедневный контроль. То есть, с утра до вечера сели в маршрутку и проконтролировали. Понимаете? Потому что, когда нам начинают рассказывать сказки, какие мы все бедные, какие мы все несчастные, но... Но, вы знаете, у граждан-то нет еще такого понятия о том, что сел в маршрутку, заплатил деньги и попросил чек. Ну, вы знаете... Почему это постыдно сегодня? Ну, знаете, опять-таки мы для этого с вами сегодня здесь, для того, чтобы гражданам объяснить, что купил товар, потребуй чек. То есть, каждая полученная услуга и каждая, значит, если вы отдаете деньги, вы должны получить какой-то документ. Именно чек, да, билет, чек. О том, что вы отдали эти деньги и получили услугу, это ваши, во-первых, это ваши права в качестве товара. Вы можете обменять этот товар, какие-то предъявить претензии. Но у нас порой получается так, что не всегда это требуется. А потом возникают вопросы тогда, когда вам оказали некачественную услугу, что получается? Шквал жалоб. Вот, что-то некачественно постригли, что-то некачественно установили двери, окна. А про чем забыли? А про договор забыли? И тогда все идут в налоговую инспекцию. И мы тогда должны включать свой административный ресурс. Такое очень часто бывает. Помогите. Понимаете? Мы включаем свой ресурс. Вместо того, чтобы сразу потребовать этот чек, должны все просто знать и требовать это, и не стесняться. Потому что любое неполучение документа – это участие в теневом обороте. Я вам скажу больше. Вот мировая практика в этом вопросе. В той же Италии. Там существует ответственность. Как покупателя, так и продавца. Если ты вышел из кафе в Италии и не смог показать чек на чашку кофе, тебя отштрафуют. Вот так. Галина Михайловна, есть еще один звонок. Предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я пенсионерка. Мне хочется спокойствия. Но вот такая ситуация. Мой сосед сдает квартиру студентам. Они бесконечно шумят. Разъясните мне, пожалуйста, должен ли платить сосед налоги за сдачу квартиры? Заранее спасибо за ответ. Спасибо большое за вопрос. По поводу того, что соседи шумят, это одна сфера деятельности, а вот по поводу нелегальной сдачи квартиры. К сожалению, к нам тоже такие же жалобы постоянно поступают. На слуху такая фирма «Импреза», которая тоже сдает по суткам эти квартиры. Буквально на этой неделе была жалоба. Я такая жалоба, ну, жалостливая, скажем так, когда женщина говорит о том, что она инвалид первой группы. И когда ее то затапливают, то шумят. Это улица Советская, 111, квартира 7. Ну, конечно, ну, понимаете, это уже крик души. То есть здесь есть и социальная проблема. Да, действительно, этим должны заниматься дома управления. Условно, у них есть право составления административных протоколов и так далее. Но наш вопрос, это, скажем так, это легальность. То есть, должен быть договор на те квартиры, которые сдаются в аренду. То есть здесь есть категория как индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. Но все эти категории должны состоять на учете. Нелегалов много по-прежнему. Но вы знаете, что такое достаточно большое количество, в прошлом году их было около 400. Но если так посмотреть по статистике, то у нас больше 20 тысяч граждан, которые имеют 2 и более квартиры, на учете состоит 11,5. То есть, ну, здесь опять-таки мы не обходимся без соседей, без информации. Которая помогает вам в работе. Ну, в принципе, скажем так. И именно благодаря телефону доверия мы выявляем таких граждан. Там штрафы, к сожалению, там штрафы небольшие. Но вот, знаете, на чем экономить. Но тем не менее. И тем не менее, это, скажем так, опять-таки недобросовестное поведение граждан и отсутствие той же налоговой культуры, о которой мы с вами говорим постоянно. Галина Михайловна, а какие сферы деятельности пока все же остаются наиболее проблемными? Ну, вы знаете, проблемно там, где есть наличный оборот, о чем уже сегодня и говорилось. Это все, что связано с торговлей, общественным питанием, там с какими-то услугами. Это все проблемно. Потому что, ну, скажем, трудно проконтролировать налогового инспектора. Ты не поставишь каждому из предпринимателей, у которого у нас практически 30 тысяч или у субъектов хозяйства на 18. Это все выявляется, контролируется, конечно, налоговых инспекторов, я опять-таки говорю, не такое уже большое количество. И, знаете, конечно, вот в прошлом году мы при поддержке органов власти совместно проводили мониторинги, проводили осмотры, анализ выручки, которая, значит, в торговле, в общественном питании. Ну, эту работу, это вообще наша постоянная работа. В прошлом году это, в общем-то, достаточно было успешно, потому что власть нас очень поддерживала. И, ну, что вот, из примеров, которых могу в этом году привести, хронометраж точки общественного питания. В первые дни хронометража в четыре раза выручка выросла. Понимаете, о чем? Вот надо понимать, думать, у кого воруем, сами у себя. Так что проблемы, работы нам хватит. Галина Михайловна, ежегодно появляются новшества в налоговом законодательстве. Что в этом плане принесли конец 2014 и начало этого 2015 года? Действительно, как я всегда подчеркиваю, что налоговая система – это наиболее динамично развивающаяся система. Жизнь вносит свои коррективы, как с декретом номер три, или еще с какими-то ситуациями, которые возникают, или в экономике, или в обществе. То есть так должно быть, что законодательство оперативно реагирует на процессы, которые происходят. И как бы там ни было, фискальную функцию налоговую еще никто не отменял. Ну, конечно, это тема такая целого семинара, совещания, мы там отдельной теме посвящаем несколько часов. Но если так тезисно и кратко, что касается всех, ну, это в первую очередь изменился процент подоходного налога. С 12 увеличился до 13. То есть, опять-таки, на процент. Это касается абсолютно всех граждан, которые платят этот подоходный налог. Единственное, что хочу здесь добавить, что много, мало тоже, опять-таки, рассуждения в прессе. Но, знаете, мировая практика больше 30%. В высокоразвитых странах процент извятия подоходного налога 50% и чуть-чуть более 50%. То есть достаточно содержатся бюджеты стран за счет именно подоходного налога граждан. Да, это понятно, что новшества вызывают вопросы. Поэтому, в любом случае, дело принимать или не принимать, но закон блюсти необходимо. Какие еще новшества буквально тезисно? Что касается уплаты налога на прибыль, страховыми организациями и банками увеличился процент с 17 до 20. Но это вполне, наверное, естественно, потому что это такой высокодоходный, высоколиквидный. Далее, такая категория, как индивидуальных предпринимателей. Здесь тоже очень много новшеств. И достаточно тоже, опять-таки, сложных с разъяснениями, с вопросами. Что касается изменения и 222-й указ, который был в прошлом году, то есть он трансформировался в 143-й, которым регламентирован, что остатками товара индивидуальные предприниматели могут торговать до конца этого года. Имеется в виду тот товар, который без документов был везен до 1 июля 2014 года. Но что касается уже на сегодняшний день, безусловно, это все должно быть с документами. По остаткам разрешено. Потому что вопрос был тоже очень достаточно спорный. Там, безусловно, есть сезонный товар, предприниматели не успевали, да и не могли, может быть, в порой случаев реализовать. И для того, чтобы пойти навстречу, не создавать дополнительную напряженность, пошли на продление этого указа. Также для предпринимателей, которые торгуют без документов, увеличивается сумма НДС в фиксированной сумме. Начиная, если раньше этот коэффициент был 2, то к концу года он уже увеличивается 2,5 и 3. К концу года, с 1 октября, он будет 4, этот коэффициент. Также разрешено индивидуальным предпринимателям на начало квартала, на первое число квартала, значит, кто будет торговать с документами, переходить на упрощенный режим налогообложения. Ну вот, скажем, конечно, новшеств каждый год у нас достаточно много. Налоговая система мобильна. Мобильная, это гибкая система, постоянно развивающаяся, и это здорово. Потому что у нас такие функции, обеспечить выполнение доходной части бюджета и таким образом обеспечить финансирование всех государственных программ, тем самым, чтобы у нас были хорошие дороги, хорошее медицинское обслуживание, образование. То есть у нас серьезная работа. Мы сегодня озвучили с вами целый ряд сверхактуальных вопросов, которые касаются жизни каждого из нас, жизни каждого зрителя «Беларусь-2», наших коллег и близких. Как же сделать налоговую грамоту более доступной, более понятной простым людям? Ну, вы знаете, мы идем в народ. То есть у нас много таких форм и методов работы для того, чтобы быть ближе к студентам. Мы идем даже вплоть до того, что ходим в школы, в классы, рассказываем об этой налоговой грамотности. Проводим различные акции, я уже говорю, там, купил товар, потребуй чек, там, работай легально, там, с разными категориями, там, мы уделяем внимание, то репетиторам, то маршруткам, то такси. Кстати, для информации, значит, с 1 июля текущего года в каждом именно автомобиле такси должен быть терминал. Это, кстати, такое нововведение, опять-таки, которого в борьбе с теневым оборотом, ну, вот, надо уже... И плюс это очень удобно. Да, и плюс к этому уже надо готовиться всем. И, опять-таки, это для информации. Дальше, как пример, хочу привести в декабре прошлого года, опять-таки, такая неординарная форма, интересная форма, ну, скажем так, лотереи. Это вы говорите сейчас про акцию, которая называлась так, «Кассовый чек, как счастливый билет». Вообще, может ли кассовый чек быть счастливым билетом? Знаете что, для некоторых он именно оказался счастливым. Расскажите. Для 20 счастливчиков, но я хочу сказать, что это было, мероприятие было, проводилось в течение месяца при поддержке нашего Гомельского горосполкома. И на базе, с участием материального именно торгового центра «Секрет», которое там себя популяризировало, смысл какой? То есть все чеки, они там в режиме СМС, значит, передачи передавались и потом разыгрывались. То есть участвовало... Кстати, это проводилось одновременно в Минске и у нас, но по активности мы в четыре раза были выше города Минска, вот наш секрет. И четыре с половиной тысячи участников, и каждую неделю разыгрывали, значит, призы разыгрывались. Из 20 участников этого мероприятия, значит, получили приз в размере 1 миллион 250 рублей. Тоже неплохо, да? Ну да, так, интересно. И самый главный приз был 5 миллионов, которые мы, по-моему, тоже, значит, и вас приглашали, телевидение там, рассказывали и в прямом эфире вручали эти награды. Ну, в общем-то, это тоже определенная, скажем так, популяризация и деятельности налоговых органов, и борьбы с теневым оборотом. Самое интересное, что это и толковый творческий проект, и еще и вы выполнили задачу, одну из своих задач, обратили внимание на важную и серьезную проблему. Знаете, что население, да, с большим интересом к этому отнеслось. И некоторый, вот один из победителей, он был дважды выигрывал, но, естественно, как налоговую инспекцию нас не могло заинтересовать, как это так человек дважды выиграл. Оказывается, у него было 100 чеков. Галина Михайловна, у нас остается буквально минута в эфире. Я знаю, что этот год для налоговой службы Беларуси юбилейный, 25 лет с момента образования налоговых органов в республике. Какую задачу ставите сегодня и перед собой лично, и перед своими коллегами? Ну, вы знаете, самая главная задача остается всегда у нас, это наполняемость бюджета. Конечно, в преддверии праздника мы хотим поздравить всех наших ветеранов, сказать спасибо всем тем органам, с которым мы взаимодействуем, сказать гражданам, что мы открыты для общения, и что мы действительно выполняем очень большую функцию государства, обеспечиваем стабильность. Спасибо, Алина Михайловна, за интересный обстоятельный разговор. Но я же напомню, что гостьей студии сегодня была начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Галина Пашет. Галина Михайловна, спасибо за эту встречу и полезный разговор. На этом ставим точку. До встречи на «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова